Привет, друзья! Вы на канале Азбука Груминга. С вами Дарья Казимова и сегодня по многочисленным просьбам мы поговорим о выборе ножей для машинок для стрижки собак, а также о выборе насадок к этим машинкам. Это очередное видео из плейлиста, который помогает вам выбрать инструменты для груминга. Обратите внимание, что там есть другие полезные ролики на эту тему. Поехали! Давайте начнем с выбора ножей для машинок. У нас существуют профессиональные машинки, и здесь это может быть Мозер 1245, Андис, Остер, любая другая модель, не обязательно та, которая у меня в руках. Ключевым критерием подбора для нее ножа будет стандарт крепления ножа, и он называется А5, буковка А, циферка 5. Вот такой вот язычок, на который одевается металлический нож. Это называется стандарт крепления А5. И дальше, если вы купили машинку, у которой такой стандарт крепления ножа, к ней подойдет на смену совершенно любой нож с таким же креплением. Даже если машинка у меня Вол, я могу одеть на нее нож Мозер, Андис или Остер, и он будет замечательно работать. Это момент первый. На других машинках ножи должны соответствовать не только производителю, но и модели этой машинки. То есть, если мы, например, возьмем с вами вот такую кодусовскую машинку, если нам нужно заменить на нее нож, то маркировка этого ножа должна соответствовать именно названию модели SR9200. Только тогда нож подойдет к этой машинке. Ножи бывают с регулировкой длины и бывают фиксированной длины. На всех профессиональных машинках с креплением А5 ножи фиксированной длины. Поэтому вы внимательно читаете, какой нож идет в комплекте с этой машинкой, и все остальные длины вы докупаете дополнительно. То есть, если у меня здесь нож 2 мм, мне нужно подстричь 5 мм или 9 мм, я приобретаю дополнительные ножи и заменяю. Другой момент существует в машинке. Они являются полупрофессиональными, в которых длина ножа регулируется. То есть, на этой кодусовской машинке, например, можем регулировать нож от 1 мм до 1,9 мм. Обратите внимание, что номинал ножа всегда указан с учетом того, что вы будете стричь этим ножом животное против шерсти. То есть, если у меня нож 8 мм, то 8 мм останется на корпусе собаки, если я буду стричь этим ножом против шерсти. Работая по шерсти, мы добавляем к номиналу ножа от 30 до 70, иногда даже до 100%. Что это значит? Если вы будете брить пуделя против или по шерсти, у вас будет примерно одинаковая длина, только по шерсти получится менее аккуратно. Если же вы будете брить собаку с неиспадающей шерстью, по шерсти таким ножом, то, конечно, 8 мм на ней не останется. Останется гораздо-гораздо большая длина. Что еще важно знать? Ножи бывают металлические, бывают керамические. Например, на всех вот таких вот легких и простых кодусах, на триммерах очень часто нож керамический. То есть, вот эта режущая часть, она керамическая, не металлическая. Что это значит? Этот нож дает более мягкий, деликатный срез. Им сложнее травмировать и порезать животное. Но эти ножи не затачиваются. Если вы его уронили, он разбился, и его нужно заменить на новый. Либо, если вы побрили грязную, сваленную шерсть, было очень много колтунов, в общем, у вас спустя какое-то время нож выработался. Опять же, мы его выкидываем и просто покупаем новый. Такой нож заточить уже нельзя. Для металлических ножей существует такая замечательная опция, как заточка. И заточек, в принципе, может быть достаточно много. Какие важно учесть нюансы при выборе металлического ножа? Стоимость такого ножа зависит напрямую от качества металла. Чем металл жестче, тем этот металл дороже. И аналоговые фирмы с дешевыми китайскими производителями ножей, пускай даже со стандартом крепления А5, они очень недолговечны. Мы в это играли, был такой опыт, заказывали эти более дешевые, я не буду называть марки. Но из того, что я рекомендовала бы вам использовать, это Мозер и Вол, если найдете Остер и Андис. Корейские, китайские и прочие аналоги я столкнулась с тем, что металл более мягкий, он недолго держит заточку, и дальше его просто невозможно заточить. То есть это, по сути, для нас оказались деньги, выкинутые на ветер. Не рекомендую вам экономить на таких ножах. Как понять, что нож пора заточить? Вы стрижете собаку и понимаете, что он начинает либо зажевывать, либо не до конца простригать шерсть. У него тяжелый ход такой начинается. Значит, пора нож отнести к заточнику, либо заменить нож на машинке. Обратите внимание, что какой-то тип шерсти нож может брить хорошо, а вы берете, например, более мягкую или более жесткую или более густую собаку, и этот же нож стричь перестает. Проблема не в шерсти, проблема в ноже. Он уже выработал свой ресурс, и его пора либо заточить, либо заменить. Какое количество заточек может пережить один нож? И есть ли вообще ограничения по заточкам? Конечно, однозначные ограничения есть. Острая часть, режущая часть ножа – это слой каленого металла. И при каждой заточке вам снимают небольшой-небольшой слой этого металла. Нож становится все мягче, и заточка держится все меньше. Именно поэтому часто говорят, что вот у меня, я вроде только с заточки забрала, и у меня опять нож затупился. Это происходит по причине того, что металл уже не той прочности, которой он был изначально. Именно поэтому новые ножи стоит холить, лелеять, не ронять, не использовать на черновую работу, не с тричьями грязных собак. А вот такие подубитые, которые у вас давно-давно лежат в резерве, как раз мы используем на черновую работу. Рано или поздно мастер по заточке скажет вам, что лимит этого ножа исчерпан, и заточить больше его нельзя. Тогда он отправляется в утиль, и вы приобретаете, заменяете его на новый нож. И еще важный момент. В момент, если вы, например, уронили нож, и на нем есть очень глубокое какое-то нарушение вот этой режущей кромки, то вам снимут сразу большой слой вот этого каленого металла, и количество заточек этот нож способен будет пережить гораздо меньше. Это тот опыт, который я собрала за время работы всех наших салонов и, в общем-то, взаимодействия с разными мастерами-заточниками, которые точили нам машинки. Обратите внимание, что не каждый мастер умеет точить именно под шерсть животных. Вот пока мы своего мастера не нашли, у нас происходило так, что мы отвозили чемодан ножей, оплачивали заточку 10-12 ножевых блоков. Это была лотерея. Половина из них стригли, половина нет, но так как альтернативы не было, приходилось работать так. Сегодня у нас есть классный мастер. Кстати, оставлю в описании к видео его контакты. Можно отправить с ДЭКом, Почтой России, и, в общем-то, получить заточенный инструмент, если вы находитесь где-то в удаленном регионе, где не точат инструменты, особенно под шерсть животных. Это все, что касается ножей. Теперь давайте немножко поговорим о насадках, потому что многим кажется, что достаточно купить профессиональную машинку, в комплекте идет нож 1 или 3 миллиметра, а все остальные ножи я доберу насадочками и буду прекрасно работать, насадки же дешевле. Первый момент. Вот эта история, пластиковые насадки, это сразу можно выкинуть в помойку. На самом деле шерсть животных, они просто не простригают, и они, в общем-то, идут в комплекте для машинок, ну, в основном, наверное, для человеческих парикмахеров все-таки. Чем мы действительно работаем? Это насадками металлическими. Но что важно понимать, что эта насадка хорошо прострижет шерсть распутанной, прочесанной собаки. Если на животном нет колтунов, если расческа свободно проходит, соответственно, нож должен свободно проходить через шерсть, тогда вы действительно можете оставить на теле большую длину. Но насадки короче 10 мм стригут не так чисто, как стригут ножи. Поэтому для работы в салоне мы приобретаем до 10 мм включительно все-таки ножи на машинке, а размеры более 10 мм мы приобретаем уже насадки, ну, самые ходовые, это, наверное, 13, 16, 18 и 20 мм. Совсем вот такие длинные, огромные, бывают нужны достаточно редко. Хотя в зимний период времени, когда владельцы наших клиентов не хотят короткие стрижки, хотят оставить собаку попушистей, можно здорово сэкономить время за счет того, что снять объем шерсти с животного насадкой. Но даже после металлической насадки возможно будет необходимо почистить и пошлифовать эту шерсть, потому что она может выглядеть не такой аккуратной, как если бы вы стригли ее ножницами. На сегодня это все, друзья. Если у вас остались вопросы по теме ножей и насадок для машинок, обязательно задавайте их в комментарии, а также посмотрите видео по выбору машинок и ножниц в плейлисте «Выбираем инструмент». Не забываем ставить большой палец вверх этому видео за нашу работу. Пишите все, что думаете в комментариях, помогайте нам распространить это видео, и мы будем снимать еще больше классных, интересных сюжетов на те темы, о которых вы нас просите. И послушных вам клиентов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!